и всем привет продолжаем проходить энкист прошлый раз мы установили все маяки но прежде чем идти в эмулятор нам еще нужна помощь на кимуры на камуры поэтому идем на поклон рассказать была такая и как обычно нам могут ведущие задания и нибудь на я простенькие принеси отнеси унеси сюда на камура отрывается от окна вы по делу дома делал что вы здесь по просьбе руссо вам нужно нужно финансирование для экспедиции в центр кумана муры в задумчивости складывает руки на груди вы помните наш разговор на совете то его часть где мы говорили о паритете всех участников можете критиковать мое решение когда я обязала вас работать на благо всех сторон я лишь опередила события и связала руки всем этим людям скажите спасибо теперь вас вряд ли втянут в шпионские игры наверняка зная что вы уже можете работать на меня кармен хайтс на храм не знаю и мика смотрит в экран своего компьютера я могу хоть сейчас отдать приказ и генри это получит все необходимое продовольствие деньги и топлива чтобы снарядить экспедицию однако и мне нужна услуга от вас и не одна да что вы готовы сделать что она просит датель пробегает взглядом по монитору терминала тогда начните с утилизации электронов выведенных из обращения и изъятых у осужденных преступников коробка с ними хранится в полицейском управлении магеллана за нее отвечает антонио агиро получаете коробку относите на свалку утилизируйте понятном и что магеллан и нам надо третий этаж третий этаж то что склад парковка наверно 2 лаборатории медблок технический этаж реакторная сущими гарнизон лето минус 3 у кого нам там надо забрать коробку антонио агириро 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 верни джон кеплер а вот он антонио по заданию на кимура электроны бумаги на получение и взять административный этаж таки документов дает госпожа мука очень-очень-очень не такую интересный сюжет квестов некоторых вот она а макамал здесь перечень взятых с электронов статуи из статьи уголовного кодекса который вы нару нарушить если вдруг решите подать или передать электрон третьим лицам распишитесь тут и тут прощаться уйти просто понимаете да вот грандиозный грандиозный просто бюрократический провал понимаешь ли так нам сюда у некоторых квестов и 3 гарнизон знаю кто таких просто может получить удовольствие я такого класса точно удовольствие не получаю у него вид еще раз бумажку держи бумажку вся в порядке вот вам ключи эти начальника службы наблюдения стоит сейф коробка с электронами стоит там надеюсь еще увидимся нашего сержанта была такая да все таки это оказалось на третьем этаже вот этот сейф вот значит вот вот здесь вот сейф и вот они коробка с конфискованными с электронами забираем сервизировать сервизируйте конечно хорошо юго-восток от города впрочем это может быть замечательная возможность загнать кому-нибудь заинтересованным лицу из оранжевого крыла я загонять мы никому не будем юго-восток от города вот есть крематорий до добрались до крематорий вот он где находится станция магеллан здесь до крематорий здесь далеко сонора бункер нормально не расположили да еще через весь шарик путешествовать заходим в крематорий дабы утилизировать этим электроны не проще бы их молотком разбить и проголодались водички тоже хотим реки всему и спать мы хотим скушаем чего-нибудь допустим вот это водичкой запить вот отлично пару раз потом прыгнем телепортами и у нас усталость пройдет тоже но я здесь ничего собирать не буду честно говоря я уже устал от этой игры лутания коробок тоже утомляет периодически он крематорий сяу е наверное ему нам нужно сдать коробка даем коробку что у тебя кошка за трупы животных беру полтенек кому ни слова твердни кошки в адность электроны тоже это быстро сквозь маленькое окошечко дверцы печи вы увидите как коробка с электронами съеживается и оседает горсточкой горсточкой пепла там комнате есть терминал заберите сертификат об утилизации приятно было поболтать там комнате там в комнате это где там комнате тут принципе наверно не очень много мы разберемся скорее всего здесь да скорее всего похоже на офисное помещение а вот поднять забрали мы этот сертификат возвращаемся обратно почему на камуре и выход кстати а вот дверь гаража нам все таки еще одно задание предложит это на камура мы опять его в здании совета идем на камуре общаем что ее важное задание выполнено камура это председатель придирчиво изучает документ я хочу раз и навсегда пресечь утекание с электронов на черный рынок магеллана кстати о магеллане прошлом году я увеличила число камер на станции и назначила человека на должность начальника службы наблюдения мне казалось он надежный около месяца назад он попался на взятки кадровая служба черного крыла предлагает две кандидатуры вместо него некую портни резнер и лейтенанта индру капура я хочу чтобы вы побеседовали с обоими выбрали того кто кажется вам самым подходящим и достойным кандидатом и сообщили о своем выборе мартина кингсли руководящему магелланом я на вас рассчитываю я обратно на магеллан до новый начальник найти мартина кингсли можно что даже станции могила ну что ж обратно на станцию могила ему же принципе общались это оружие это мы там просто сейчас нападали только что на пригород поэтому пришлось посражаться как обычно сказать что вы здесь по заданию на камур и хотели бы обсудить назначение нового начальника службы наблюдения хорошо прежде я хочу чтобы про инспектировали состояние камера 1 1 2 этажа посмотрите видео с каждой через терминалом людей убедитесь что все работает и отправьте мне отчеты с этих терминалов а если какие-то задачи для вас не нету погнали 1 2 этаж посмотрим эти камеры он там работает не работает а по нему тут уже снимались камерам чинили их потому что что не работало из чем надо терминалов улучшается отправить сообщение мониторы смотрим мониторы первым монитор главный вход ресепс на 2 монитор искаженные помехи изображение площадки перед лифтом помехи есть петь и пустой пол пиртый 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 есть я на крайне видны и бетонный стен могилы на скалы посмотреть на 5 монитор за вендинговыми автоматами и в их хозяйственном помещении комната наблюдения где вы сейчас находит прайкинсли сообщение результатах и инспекции и быстро 2 побежали второй этаж да я не знаю где на втором тоже камеры видеонаблюдения комната здесь нету там что они раз здесь нет ну там тоже что мониторов нет нигде и наблюдается охраны попасть туда не стесняйся просим список именно наблюдения хорошо может проходить а все теперь можно проходить то есть не к смотрим терминалы за разведку получили смотреть пульт и уже не крайне меняется камеры показывают площадке возле общего и оранжевого нажать на кнопку с подписью включить выключу камер возле лифтов а то склад хорошо не надо ничего выключать больше рим зона фигач на эстакаде интелляционный тоннель посмотрели отправить кингсли результаты готова как результаты еще дальше тядует синдрей капурами корни резно решите кто из них двоих лучше справиться с должность начальник службы наблюдения но вот находится значит индра капуру на первом уровне поля и помеща нужен портни резнор а кортни резнор это вот виситая женщина она мне как бы объективно нравится уже in 3 капу индра капур более адекватным доброго дня предложил его кандидатуру на должность начальника службы наблюдения вы должны провести собеседование неожиданно я готов к вопросам состоянии системы наблюдения могилане если откровенно положение плохое не хватает обслуживающего персонала не хватает камер не хватает наблюдений подробный отчет если потребуется вот сразу честно и честный парень и наш сказать парень как он действовал бы знаю что председатель накамура расширяет зону наблюдения в городе на мигелане новости наблюдения хорошие но можно сделать еще лучше я бы начал с этого как я ответил вопрос отлично ты ответил значит что услышали все что хотели поблагодарить за ответы есть исправить и справиться уже уже справился ну для как бы чисто эксперимента пообщаемся с портни если масса если сломается вас позовут что ты привязался от сразу негатив знаете вызывает до сказать что кадровая служба предложил проверочку ого а мэлори слова сдержала промочит портни то есть вы решаете назначить меня ли не слушать я дам вам денег если мы идем с на моей кандидатуре ну понятно взятка до подумать над предложением это и понятно хорошо быстро понятно а теперь мартин кинг следа с ним с него значит а назначение обсудить погнали 5 на 6 отправили отчеты побеседую с кандидатами на должность начальника службы наблюдений готовы назвать имя выбрали индру капура лейтенанты драка пор служба с отличием бедная но образованная семья скромный не религиозный выск взыскание нет развит развитая чувство справедливости наверное могу верить материалом этого дела спасибо за работа я сообщу мистеру опору о его назначении изи бризе погнали дальше возвращаемся сейчас на пригород пригород и снова совет что кимико и мико и готова мы готова чем они идем понятно мешает нам застоприли проход накамура отрывается от окна на предприниматель благосклонно кивает до кингсли мне уже сообщил что вы выбрали капура и он считает этот выбор правильным надеюсь нас ждут радикальные перемены в качестве видеонаблюдения кимика пододвигает к себе клавиатуру и нажимает пару кнопок готова я отправила в отдел логистики приказа выделения вам ресурсов на экспедицию идите обрадуйте генриетту что же отлично мы обязательно обрадуем генриетту уходим эмулятор здесь мы общаемся с генриеттой сейчас генриеттой руссо ненадолго отрывается от монитора цепочка маяков работает спускайся в эмулятор и заглуши излучение рядом с третьим маяком эта зона нужна нам для лагеря понял принял пошли глушить их наглухо вот значит главный концерт через нее здесь и проворачиваем нас опять отправит на вихре в в вихре белое пространство вас вновь обволакивает белым светом мерцающим плотным искрящимся как снег но сам вихрь теперь ощущается иначе сейчас его вращение стало быстрым неровным и яростным вы с трудом удерживайтесь на ногах управлять им тоже непросто связь слаба и все что вам удается это ослабить до минимума вредоносное пси излучение на разваленных содружества на этом ваше взаимодействие с вихрем заканчивается тонкая ниточка контроля выскальзывает из ваших рук обрывая соединение белое пространство вокруг стремительно сжимается в плотную сверкающую точку и исчезает вас выбрасывает из сеанса связи лежа на теплом металлическом полу вы медленно приходите в себя ну и сейчас нас как обычно команду отобрали начали каждого акта значит йоко и самой йоко при проба девочка начинаем научную миссию и вот вот кстати еще крамп тут сидит вообще все собрались нам нужен да удобно можно подобрать не унывать джек воробей лисица крамп оранжевали ладно пошли ладно пошли пристрелить не пристрелить еще не пристрелила и вот сейчас у нас уже по идее на карте должна новая локация отобразится отправляемся туда потому что все из более незначимой личности уже там и на камура и гендриета и уже туда свалили в этот новый лагерь поэтому до этого момента желательно конечно все все задания там дополнительно которые брали выполнить иначе уже бы обратного пути нет лагерь первых поселецов в пустыне возле содружества вот нам видимо сюда отправляемся не отвлекайся легкая усталость но это не беда это аркировочка и все и до свидания легкая усталость и отвлекаемся продолжаем давай зима кат сейчас только на бут наверно немножко перекусить водищи попить из бафов лучше опускаем на нас висит перегрузка до перегрузки мира далеко еще до 220 240 чуть-чуть туда подберем и думаю будет уже перегрузочка небольшая и мы будем получать плюс 35 этой стойкости и что мы сейчас хотим мы хотим сейчас скушать чего-нибудь жареное мясо гиены хотим за этим 2 лапшой зажуем водичка это все дело запьем можно еще кофе бафнуть осталось 347 вот что нет усталости дорога на содружество вес начался чудо скелет его лежат но как бы они не активны это пассивные скелеты мания рейнольдс а вот так вот они тут меда у хочет все разбежались каждого надо искать каждый лагерь она будем общаться наверно со всеми вообще происходит ну хоть и другой сторонам из ключевые личности нужны добрый день добрый день кто-то изучить вещает они тут летов и ответ каждый как бы фракции развелись про праздным лагерям наверно да вот что-то тут мы нашли а вот генриетта этом еще кто нашел одри тут тоже посуды пообщаемся одрик крепко обнимает вас хорошо что ты здесь если честно я чувствую что в долгу перед тобой твоя помощь для пикника была бесценна сегодня это редкость люди под куполом хотят только брать и не готовы отдавать что-то взамен нет правда все кто сюда приехал хотят разделить купол на кусочки как пирог хотят сделать его и вихрь своим так поступать неправильно синяя корчит выразительную рожицу просить как на взгляд стоит поступить воды опускает глаза вихрь может быть сильным преимуществом или даже оружием если попадет не в те руки нужно убедиться что он не начнет вновь неконтролируемо расти а после этого ослабить и дать ему чуть больше пространства так чтобы никакая сила вроде нового комитета или фаланги не сумела забрать себе все не навязываю свое мнение но чем больше весь купол станет похож на пикник тем лучше и спокойнее будет всем нам она поднимает взгляд и пристально смотрит вам в глаза словно желаю удостовериться что вы на ее стороне мы-то принципе на ее строение больше всех пикник понравился из всех этих фракций дольфшмидт считаетесь генриетта генриетта одетая в полевую форму белого крыла встречает вас шуточным воинским приветствием докладываю все работает есть некоторые проблемы но в целом все по плану она смотрит на руины вдалеке все это до сих пор выглядит круто надеюсь однажды мы сможем тоже строить что-то настолько же впечатляюще удача белая достает каэрус а вот это правильный вопрос помнишь я сказала что есть некоторые проблемы так вот технически все идеально но я до сих пор не могу подключить эмулятор к вихрю очевидно что он сжат гораздо сильнее чем я думала зато я смогла определить его точные координаты руссо щелкает кнопками вихрь находится там где раньше была посадочная площадка станции содружества помнишь станцию надеюсь тебя не свалит приступ ностальгии потому что тебе придется подойти вплотную к вихрю может быть тогда я сумею наладить подключение как поступить с вихрем руссо смотрит в сторону горизонта как ученые я все чаще думаю что нам не стоит его отключать если мы действительно возьмем вихрь под контроль мы извлечем из него гораздо больше знаний чем сейчас возможно это откроет новую страницу в науке может я просто идеалистка в красных носках сейчас со всеми общаемся значимым мы личностями в контейнере еще не туда бегаем всю эту локацию здесь никого нету странно а вот здесь то есть йоханна вот йоханна рейснеры и рейснеры здесь рейснеры ждут вас у большого ярко пылающего костра оливия как всегда нервная активная несмотря на жару и йоханн как обычно задумчив синяя встряхивает белыми локонами а я гадала когда же вы появитесь проходите хотите я приготовлю оладьи йоханн поздоровайся с человеком излучение в зоне нахождения вихря может быть концентрированным когда отправитесь туда имейте в виду йоханн отрешенно протягивает руку видно что он погружен в размышления он думает только о работе оливия отходит покачивая головой в ее глазах видна усталость эту же усталость вы видите в глазах йохана когда он вздыхая поворачивается к вам глава карман хайдс здоровается с вами но без особого энтузиазма как ваши дела в порядке у нас тоже неплохо есть некоторые проблемы но вы это и сами знаете вы по какому вопросу кстати вот сейчас проверочки пошли этого что-то не было из техник убеждения убедительно заметить что все технические наработки карман хас буду бесполезно без вашей помощи с вихрем видите ваш так же как и он выступать на стороне прогресса науки и хотите значит он думает о вихре йоханн колеблется вы с таким жаром об этом говорите ну как вам верить по вашим действиям сложно сказать что вы заботитесь об интересах карман хайдс хотя если наши взгляды на будущее вихре совпадут ладно я проанализировал телеметрию присланную руссо вихрь это инструмент и этим инструментом нужно работать а не ставить над ним опыты как собиралась генри это не поймите меня неправильно я люблю фундаментальную науку но если вам в руки дают молоток вы забиваете гвоздь а не изучаете из чего там этот молоток сделан для изучения придет время но пока у нас есть масса проблем которые нужно разрешить вероятно вихрь можно заставить работать в связке с изо костюмом он вновь углубляется в свои мысли оливия высовывается из-за плеча йохана я услышала только масса проблем вот именно если вихрь инструмент то давайте решать проблемы с его помощью нужна вода нужна нормальная погода нужно решить проблему с бесплодием под куполом вы так упорно рассуждаете о всяких технологиях словно только это и имеет значение ночь спросим изменилась ли их и жизни лицо синего озаряется улыбкой знаете да вы помогли мне взглянуть на нашу семью со стороны когда годами живешь определенным образом тебе даже в голову не приходит что что-то не так он смотрит на оливию такое чувство словно все это снова обрело смысл ну отлично что отлично вот еще у нас есть из таких ребятки вроде с нами особо не общаются да не сейчас здесь все гнали теперь на вторую сторону кстати капсулу еще одна валяется но и залутать нельзя гильотина у наши старые знакомые знакомые виктория лигран на дарущий стоящие на помосте виктория машет вам рукой я знала что вы будете здесь что вы придете послужить своей королеве еще раз виктория опирается на гильотину это столь же очевидно сколь правильно рыцарь вы отнесете меня к вихрю согласиться отнести к игры чтобы это не значит покупать переведите и спросить действительно ли она этого хочет она хмурится поправляет чуть съехавшую на бок корону это даже любопытно что за дурацкие вопросы рыцарь разве королева может хотеть чего-то иного сказать что кролеву может хотите много чего например мороженого для новую куклу виктория рубит ладонью воздух чушь когда мы оседлаем вихрь у нас будет столько мороженого что глотки замерзнут хватит юлить рыцарь вы будете помогать мне или нет а ладно ладно что кричишь уже кися мы тебя к вихре там все равно отъедешь девушка хлопает в ладоши трубе слоник обращается она к стоящему рядом хлыщу в противогазе с длинным болтающимся хоботом настало время для заключительного слова вы все слушайте обращение своей королевы лигран отходит от края шафота и поправляет корону задрав голову она смотрит на лезвие гильотины застывшие на фоне неба города выпрямившись она оглядывает толпу хлыщей мои возлюбленные подданные когда мы отправились в наш великий поход вслед за ушедшим вихрем я часто задавалась вопросом как все началось не поход а то что было до него как так случилось что мы собрались вместе несколько бессонных ночей и сахарная вата дали мне ответ мы вместе потому что всегда тяготели к силе и внутренне знали где ее искать она вновь подходит к краю помоста нависая над своей армией толпа сила и потому наша толпа все больше с каждым днем наши пушки сила и потому у нас их просто завались вихрь сила и потому мы отправились вслед за ним нашли его и больше он никуда от нас не денется под бурные крики хлыщей виктория показывает пальцем в сторону вихря крутящегося над развалинами содружества сила это ответ на любой вопрос и решение любой проблемы если ты живешь на жалком клочке земли где-то на западе тебе нужна лишь сила чтобы забрать весь купол если тебе снятся странные сны о прошлом которые ты не можешь не вспомнить не забыть тебе нужна лишь сила чтобы создать настоящее которым никакое прошлое уже не будет важно с этими словами виктория становится на колени перед гильотиной подойдите тихо говорит она устраиваясь на деревянном ложе аппарата когда все закончится отнесите меня к вихрю мысли все закончится на что тебе сейчас голову отрубит металлические обручи намертво фиксируются на ее руках приподнявшись в последний раз виктория кричит обращаясь к толпе мои возлюбленные подданные сегодня я отправлюсь к вихрю и принесу эту силу вам острое лезвие гильотины падает со свистом и лязгом отсеченная голова виктории подпрыгивает отлетая прямо вам в руки толпа хлыщей за вашей спиной разражается криками ликования ничего себе ничего себе этот поворот честно не ожидал такого жесть просто жесть она взяла из себя сама убила помощью гильотины рачки нервон печеньки да интересно интересно такой вот поворот событий тоже погнали дальше а а голова мы кстати подобрали тория лигран умирает ну понятно где голова да вот она голова виктория лигран результат встречи королевы хлыщей с гильотиной интересно как это потом все будет закручено зависит то что мы отнесем голову вихрю локация такая довольно большая и что костер котелок костер костерок это мы здесь уже были правильно а нет мы с этой стороны были мы с этой стороны прошли значит сейчас идем сюда двери содружества то есть нам еще осталось принципе 1 2 3 до 4 может лагеря там буквально вера пару встреч не в принципе так компактненько все размещены майкл валентином нам дальше идем дальше так здесь прохода нету 1 идем сюда возвращаемся туда обратно да вот нам сюда надо идти пошли вот сейчас конечно побегать эти все диалоги шоу а конечно сейчас не будет их шоу будет немножко попозже это здесь не лутабельные все изучать никого не надо вот принципе нам тоже особо уже не нужно как-то это посмотрел поискал чё-то лута особо и нету здесь у нас кто большой контейнер контейнер ну большой контейнер может посмотреть ну хлам попадается это у нас на выхода значит поднимаемся наверх нам еще с этим земельки сам поговорить и сантьяго им тоже пообщаться надо окс из нового комитета мы еще не общались вы нас кто вот земли кис земли кис здесь дон спенсер маквиль лагерь фаланги по военному аскетичен но даже здесь создана какое-то подобие уюта у костра стоит столик с лампой бумагами в мягком кресле придвинутым к огню сидит золотая статуя христа сам зиме кис полу лежит в кресле напротив с блаженным видом потягивая чай из маленькой чашечки зиме кис приветствует вас легкой чуть саркастичной улыбкой о кого я вижу у меня было чувство что вы не вполне определились на чьей вы стороне но кажется вас посетил озарение или вы просто прикидываете варианты не знаю одно из двух нас убеждение есть очень высокая прокачивая поэтому давайте заметим что земель кис вероятно хочет сделать вам предложение перевести пару аргументов в пользу того что вы доверять вам глава фаланги сжимает кулак и залихватски взмахивает им в победном жесте яблочко конечно вы умный человек вы все понимаете я бы не сидел здесь если бы не искал встреча с вами у меня есть предложение и она связана с ироним показывает большим пальцем в сторону вихря и слова больше вихре и вихре я тебе не отдам морда ты хитрая вихрь если вы позволите это такой всемогущий бесконечный источник информации мы все невольно подключены к нему в двухстороннем режиме мы принимаем данные и отдаем то есть фактически вихрь содержит все что мы когда-либо думали и делали а при правильном подходе к анализу то что мы станем делать в обозримом будущем я хочу открыть вам один секрет говорит он после долгой паузы мои инженеры и программисты создали систему которая может анализировать данные из вихря и превращать их в прогнозы дело лишь за малым точнее за самым важным затем чтобы получить эти данные зимекис отодвигает полу своего френча вы замечаете пистолет убранный в портупею и маленький нож притороченный кляшки но ироним тянется не к оружию он достает из кармана небольшое устройство похожее на переделанный реликт лидер фаланги кладет устройство в вашу ладонь и ободряющий похлопывает вас по руке и вот здесь на сцену выходите вы для вас доставить устройство в эпицентр вихря пару пустяков я не тороплю вас с ответом не заставляю принимать решение здесь сейчас просто подумайте зная результат наших действий мы станем богами ясно чем каждый пытается научит обсунуть значит королево в сумму голосовую да странно но хорошо землики значного какое-то это устройство передал про тоже нужно отнести квитрю ждем дальше вот что у нас еще там ждет сюда и заходил да да дойдем здесь никого это уже наверх хорошо дальше там спуск есть да там даже спуск есть принципе можно и сюда и можно наверное сюда и подняться да да без разницы куда мы пойдем видимо здесь уже как раз таки это на кимура будет они здесь аббат гола голограмма аббата и преподобный сантьяго преподобный сантьяго встречает вас дежурной улыбкой вежливый но равнодушный у нас у всех сегодня важный день но у вас особенно понятно с голограмма аббата пообщаться надо голограмма высокого худого старика медленно и величественно подплывает к вам пола его мантии беззвучно развиваются он вглядывается в ваше лицо в храме ваше имя произносят с ненавистью и страхом вас называют главным врагом но я так не думаю мы оба стремимся к лучшему миру не могу считать врагом человека который пытается сделать тоже что и я пусть и другими методами ну с храмом у нас просто отношение не очень но и мне не казалось что прям уж минусовые нечего не нас врагом называют высокая фигура надвигается и нависает над вами но предупреждаю вам не стоит идти к вихрю мы примем меры чтобы остановить вас ясно значит эти категорически против каких-либо изменений все устраивает из вихри они нас пускать не будут на я придется там сражаться с их не знаю чем голограммами ли что а мне еще где на кимура не могу понять ее найти надо а ну вот это что-то их с самого начала не нашел вот кимика на камура вот здесь находится недалеко получается от одри мэлвилл общаемся на камура уже ждет вас как всегда холодная прямая со скрещенными на груди руками со снисходительным выражением на лице она кивает вам вместо приветствия я ценю вашу помощь новому комитету но замечу что пунктуальность не входит в число ваших достоинств вы готовы перейти к новому последнему этапу вашей миссии готовы на камура жестом приглашает вас сесть но сама остается стоять хочу обговорить ваши действия на завершающем этапе операции то что вам нужно сделать когда вы вступите в контакт с вихрем ждать что она скажет серебряное некоторое время молчит еще подходящие слова проект эмулятор создавался для того чтобы взять вихрь под контроль ради безопасности жителей купола и я не буду отдавать этот контроль в руки сомнительных личностей мне все равно что кто-то посчитает это узурпации мне важен результат и тут не может быть компромиссов и полумер мне также все равно верите вы в правильность моего курса или нет от вас не требуется давать оценку вы должны просто исполнить то что я скажу желтый бионический глаз на камуры чуть поворачивается на своей сабал подносит кейс кимика отчелкивает замки приподнимает крышку и разворачивает кейс в вашу сторону демонстрируя содержимое внутри чемоданчика лежит шлем с проводами и датчиками председатель пододвигает кейс к вам это что-то вроде ранней версии эмулятора только гораздо слабее мне нужно чтобы вы связали его напрямую с вихрем вам понятна задача спросить что он собирается делать с ним шлемом на камура поворачивает шлем так чтобы было видно сложенную антенну передатчика как только вы подключите его я смогу отдавать сигналы вихлю все понятно подключается ли этот шлем через эмулятор или используют используется как-то иначе серебряная смотрит на устройство я не инженер мне неизвестны все тонкости но я знаю что генри это собиралась настроить его прямо на чистоту вихря у нее был коллега друг который пытался это сделать он не смог но сможете вы она закрывает кейс и пододвигает его к вам тогда это все подготовьтесь и приступайте к заданию но чтобы вы не думали я делаю это ради нового комитета полголоса говорит понятно в общем каждый пытается продвинуть свою точку зрения решил немного задариться и продать весь тот хлам что мы накопили за всю игру поэтому вернулся обратно значит магеллан и вот что у нас тут накопилось просто грязь какая-то вот оружие возможно там гранаты устройства броня одежда много припасы там еда понятно дело медикамент это все более компактно выглядит куча всякого хлама тоже нижечки сейчас мы это дело все будем продавать конечно не под записи займусь потом покажу результат так сказать и что хочется купить то во первых кассеты до вода берем а монарх это у нас пулемет тяжелый пулемет 91 97 урона писта тактит патроны винтовочный патрон у нас они как бы есть потом еще есть хотя кару же саламандра огнемет тоже берем принцессу возьмем 10 то есть получается под конец игры магазине магеллана то есть в оружейке нас очень очень много 10 уровня оружие появляется штанцы неплохие язык вот это интересная бронекуртка оперативники еще и не видел вот она тут появилась тоже забираем ботиночки у нас вроде все нормально с ними ну как то так набрали на 41 косарь сейчас 41 косарь будем из всего своего хлама выделять причина будку еще лучше тут не есть значит одно руководство для улучшения перчаток наверно вот эти вот перчатки и улучшу потом еще можно улучшить снатерку йоко тоже это сделаем но пока сейчас займемся немного торговлей накидал я такого всякого хлама для продажи что берем берем значит мои руки уже говорил монарх саламандра принцесса кастет да вот бронекуртка штаны продаем просто тучу всего его подряд всякого хлама и и притом бы еще еще вещи остались еще на пистолет от матильда продать потом бандер барс брандер басы тут вот гранатомет так по мелочи то может гранат немного с костюмов принципе вроде все так боеприпасы и да ладно медикаменты оставим что будем торговаться не знаете правда с кем мы уже будем торговаться но они немного весят так тут я более-менее все почистил так хлам на будет подать потому что мы уже улучшать еще не будем в общем давайте меняемся и от сказри у нас еще в плюсе перевес конечно сильный сейчас что я думаю сходить еще нам в этот на пикник и там поменять оставшиеся очки кронус праотцов на медикаменты и прочие вещи потом и мечта тоже можно будет торговать плюс когда мы вернемся здесь уже предметы обновляться и возможно какие-то интересные штуки новой появится посмотрим то вернулись мы обратно путешествовал я по карте вы чего продал кое чего купил но у нас все равно перевес потому что все просто вещи забрал продавать больше некому никто не хочет покупать вернее не то что не хочет денег просто нету я же туда-сюда патрулировал а в город потом обратно в магеллан ну и вот у нас 33 тысячи нас собирался кучу оружия можно было бы продать но уже я говорю и просто лень ходить где-то искать кому-то продавать смысла вот массово большого нету поэтому заходим значит внутрь гнали папея наша подходит концу не знаю я в принципе наверно многие квесты сделал о достижении даже за получили закончить там где все началось достижение в стиме получили такое вот некоторые квест возможны пропустил это да уж поделать были то первое прохождение хоть мне многие помогали спасибо вам за это вокзал станции содружества наполнен полумраками тишиной теперь это место выглядит совершенно неузнаваемым пол покрыт мелкой бетонной крошкой а сквозь трещины плитки пробиваются зеленые островки мха гасящие звук ваших шагов металлические двери ведущие на станцию вдруг начинают дрожать медленно расходясь в стороны примитивная автоматика и надежные фотоэлементы все еще работают несмотря на все катаклизмы в дверном проеме появляется несколько человек у них нет знаков различия и униформы но на бандитов они не похожи должно быть они из пикника если не из пикника то зачем нам отдаиться в тени они ведь за нас один из них скидывает руку в ответ сотрудник мы тебя ждали станции место опасное помощь тебе не повредит ведь так пикник тебе многим обязан мы хотим вернуть долг скажешь помощь действительно не помешает ранник передергивает затвор автомата я и не сомневался мы тут немного разведали впереди кучка пораженных но ты не волнуйся мы тебя прикроем можно было так так подожди айт энерго солдат где наши товарищи вот за нами побежали один правда вперед выбежал бриджит бред шел это зря зря из нас ранка против нас тоже 19 ранга где кто а я где наша команда вот как обычно да все как всегда она она где-то там далеко позади понятно 1 двоих можем достать да надо немножко подойти нет к 1 достаём чайном у нас еще рокировочка не вижу у кого какое оружие может они все ближники вряд ли 1 стоим пока можно вперед подойти чтобы они на нас осредоточили все внимание нам все равно еще и сделают от союзников хотят конечно сбить вот зря ты вперед рвешься как больно залетела 149 урона не слабо ёпко очень очень долго будет идти целый ход как и крамп кромознуты у нас соратники наша очередь ну якоб живи мало урона наносим мало да в принципе все мы тут мало урона наносим можем прыгнуть хода нет антропыгать не будем тут следы и фракталы следы и фракталы жестко эков ты живой просто не оружие живи и как живи тем урона хп верни осталось тревог свои на одном своих трогать плохой огнемет мы приобрели десятого уровня что ты бежит куда-нибудь сегодня или нет не хватает очков действия понятно будем менять значит вот в аджера дает нам защиту а это десятый уровень дает нам урон добьем кого-нибудь нет яков мне кажется отъедет слишком слишком дерзко себя вел вырвался вперед хотя может сейчас подавителя кто-то загасим у нас покрыл наши места а подавителя мы ликвидировали осталось два очка действия еще мы тут с ними не сделаем просто подойдем яков отъехал несем потери да вот этого достать энергосолдата хотя думаем его потом достанем так классно тем что очень много зарядов 22 газини можно гасить вот это мы попробуем сейчас ликвидировать но тут не мешал оружие сразу меняем с этого угла будет эффективнее своего же добил 102 урона нищего тебе силен силен уровень двадцать седьмой жаль что нельзя их изначально оружие менять то есть только одно можно дополнительно добавить что к миру снайперку до сих пор не прокачал но в аджера еще ладно там на защиту как бы работает да и нормально забежим нет не успеем что это мы отъехали и выносимая легкость бытия там два энергонщика нам образе умели же раньше делать сейчас там из перри ровочку сделаем обслуживание роботов пилочку на себя рамп на себя макс эти уровень получили заюзов хилку получили уровень отлично смотрим что если у энерго солдатов ну наверное и нету думал энерго ячейки есть вот здесь ящейки есть и трогать мертвых я понял ну ладно и трогать так не трогать куда идем идем туда а уровень да давайте распределим уровень хранится всякий случай куда-нибудь я специально взял чтобы небольшой перегруз благодаря этому нас вопреки всему перк работает стойкость и решительность плюс 25 опять перк получили по ваша посмотрим на считает крепкий сон мы не спим уже благодаря и бодрящей телепортации мы больше не спим точность полная точность ночное время нажать на собаке 2 урон бежим бежим 4 когда остается меньше половины здоровья вот психо плюс 2 под действием психоактивных веществ вроде неплохо арту на носим урон после глушения у них старого дыхания сбрасывать откат и всех прочих ваших способность это тоже очень хорошая особенно со связки аркировка и связки давайте возьмем второе дыхание мне нравится аж способности медицину поднимать то есть оно и ну и уживание да в боевых устройствах можно до 120 наверно нет не хватит до 120 черно чертова ядро дальность броска до 15 метров особенно терреликтовой пыли вот д плюс 8 для компаньонов неплохо граната рамагеддон а это отдельная граната или что вы чертова ядро цели в радиусе украшение куча до 100 плюс 200 и все страх на один раунд в качать что в качать он давайте устройство вкачивать аномальное излучение в пределах верхней границы нормы советую быть осторожнее огромное сердце а иди сюда потом обычно застряли сломанные векторе оркотелок пройдем а вот в руинах зала завывает ветер пол здесь все еще усыпан сгоревшими фаерами и прилипшими к плитке документами следами поспешной панической эвакуации едва вы входите в помещение как рядом с вами раздается надрывной вой сигнализации стоит среди развалин вы отступаете в тень и прижимаетесь к стене спиной ощущая прикосновения холодного влажного металла заходим голос искаженный помехами переговорного устройства раздается откуда-то сверху сквозь дыры в потолке свешивается несколько веревок черные тени стремительно соскальзывают по ним и беззвучно приземляются на пол вслед за ними вцепившись в веревку дрожащими руками сползает девушка в серебряном пиджаке остановившись посреди зала черные озираются некоторое время а затем разочарованно опускают оружие чисто госпожа администратор предлагаю сменить дислокацию крыса наверно ну по идее они тоже должны за на немного посовещавшись спецназ уходит серебряная семенит следом за ними что-то записывая в свой на ладонник ну а здесь нам придется значит самим разбираться надо было наверно не таится в тени крампа усталость усталость крампа конечно снимать особо не получится прорываемся забоем завершению игры сейчас они недалеко стоят да иди встань нам надо было вообще-то отойти хотя крамп должен пройти без проблем и иди куда-нибудь маркировочка может быть сделать вот у нас есть в этом месте зелененький мне он не очень нравится 2200 неплохо что они на линии так вот этот на линии хорошо а где наши а сюда надо значит способность выкинуть сброс второе дыхание да второе дыхание а у вас плюс 300 у нас пока легкая усталость а если мы сбросим очки действия это не стоит она в принципе то избрасывать незачем очков действия нету почти что они не стремятся надо стать не хотят как хотят а будем таких добивать псионик аккаунт сам себя нокаутировал это я понимаю мастер просто своего дела нас . 10 ладно пускай не подходит не будем на них тратить ничего на линии тоже пускай подходят можно рокировочку сделать и крамп его добивает нет не получилось акировочку сделать видимо забор мешает а вот это кстати за них так очень приятно падает и 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 не попадает храм честь тушить у нас очень-очень много медкомплектов я по отцов там кронус все дело потратил с очками проблем нету можно кстати на кран позоюзать энергон и усталости не было нам тоже копировочку ваш модуль поиска цели нуждается в замене вообще показатели усталости 1200 в случае мы сможем сделать второе дыхание сразу начале боя прям а у нас осталось пока нету надо крампа немножко подлечить ёква пускай перезаряжается ну и мы идем дальше предметов я смотрю тут нету пачка сигарет пачек сигарет у нас было да и принципе еще осталось не все продал кстати кто-то там стоит это кто вот а будь вообще наши или нет 20 ранг литный голем роман и векари что мы с ним сможем сделать а высокоемкая батарея достали вот подъем есть наверно с помощью подъема мы сможем пробраться ящики поищем веревочка батарею повезло что батареи есть за вашей спиной раздается тяжелый удар грохот металлический скрежет и рев двигателя обернувшись вы видите грузовик фаланги несущийся по заваленному камнями и бетонным крошевом коридору ну с фалангами мы вроде тоже как бы в нормальных отношениях что можно их принципе с собой взять машина останавливается из кабины выпрыгивает энергичный маленький человек со злым загорелым лицом парни выгружаемся не спим раз раз он хлопает ладонью по кузову из которого выскакивают бойцы подчиняясь приказам командира они закидывают ключи кошки на остатки стеклянного мостика и взбираются на второй этаж станции подойти к ним у нас единственным с кем наверное ну то есть не наверное а понятно дело с этими с храмовниками с храмом не очень отношение хорошее что их мы наверное будем от них прятаться он останавливается в паре шагов от вас и скрещивает руки на груди ты не сильно обольщайся мы тут не ради тебе так приехали проследить за ситуацией а ну раз фланги у нас как бы отношения вроде неплохие но и не слишком хорошие то вот они нам не помогают но мы можем убедить их наемник закатывает глаза ладно прикроем виде исключения помогает значит формированная дверь да вы идете зачем туда идете а понятно они еще знают где враг идут за первыми ну меньше не зря идут первыми получит значит людей первыми только мешать сто процентов если ничего впереди тут стоять его в проходе то это все беда это значит они уже трупы оттуда мы и не пройдем я могу может быть перелететь и прохода нет могу крампа телепортировать вперед она мне надо она мне не надо может хотя бы сможем простреливать их да можем огненный шарик он не очень зашел с огненного шарика еще кто-то еще враги вот эти храм и ровочная голограмма тренировочная голограмма как они к нам пройдут они в принципе нам не должны проходить они только вот сюда могут пройти довольно много смотрю урона нанесли между прочим нет места нет места ночью это нет места все время вот сюда можем прыгнуть я все равно прохода нету давайте заюзаем хилочку другую разряд чувствуем туда накинем глушили два очка действия остается держи йоко пока еще держится я смотрю йоко брони добиваем мы в принципе увидим храм храм тут точно ничего не сделает стой пока единственное что мы могли бы его просто репортировать ну и так вроде справляемся тут следы фракталы косарей с половиной опыта начислили на линии этого мы добьем но не факт все с этими врагами мы разобрались ну давайте идите вы мешают они только только мешают аномальные излучения в пределах верхней границы нормы советую быть осторожнее эта штука бьется как огромное сердце какая штука а это артефакт который мы ему дали релик реагент метком можно похилиться пройдем как пройдем подожди вот он такое там токсичный мобиус прикольно там еще один мобиус она вообще сюда надо или нет к этим метком и как бы уровень можно получить 149 561 можно ладно пошли с этими ребятами разберемся эти судя по всему нам паланка помогать с мобиусами не собирается до голографический тренажер все еще работает розовые силуэты расхаживают держа оружие на готове взглянув полуразбитый монитор терминала вы понимаете что ситуация стала гораздо серьезнее запущенная программа тренировки сообщает что голограммы стреляют энергетическими импульсами и их попадание могут быть довольно болезненны вы не сразу замечаете группу послушников храма как и вы они разглядывают голограммы с безопасного расстояния вас они очевидно пока что не видят вот с кем с кем а с храма с храмом мы точно связываться не собираемся поэтому вы замеряете возле покореженных стеновых панелей разглядывая культист прислушиваясь каждому звуку церковники куда куда ты летишь вообще не управляемый какой-то персонаж и вот не знаю я туда не щелкаешь ему туда бежал зачем туда бежит а понятно что у нас выбран рам всегда персонажи живут своей жизнью потом пытается всячески как-то отъехать умереть с голограммами нам все но придет сейчас разбираться машка всегда отстали безнадежно не достает да и ладно м2 все во броне махнулся вот кстати сейчас другого разряд очень хорошо зайдет я смотрю второй дыхание активировать легкая усталость еще раз дуговой разряд прикольно а рокировку не хватает энергизация рампу можем через стеночку нет на линии огня до ёкка сейчас попали да и пробиваем и достижение получили достижение заблокировать 100 атак а понятно камп драм крамп крамп наверное сиди пока крамп здесь какая туда шарик вот объехали три очка действия ну как сиди здесь этого добиваем пози тоже видим 1 в серо броне будем пока уничтожать три четвертый уровень получили продолжают сыпаться один за другим они вообще ничего могут уже сделать просто серо броне с нормальными шмотками с фитами это не приделать специально затачивать под танкование урон то можно еще побольше собрать всего рокировочку пускай кран немного порезвиться состоялся уже ну и новый уровень качаем устройство до 120 устройство 120 есть идем дальше медицина выживанием и выживание выживание тоже качали значит до 90 медицину скачиваем дальше часть которые нам в принципе уже не нужны сканировать их можно не сканировать нельзя не очень-то и хотелось продолжаем идти дальше вещевой шкаф вон какой-то лит впереди я вижу здесь что я не сразу заметил оказывается вот здесь вот есть проход что идем сюда вихрь уже рядом его присутствие ощущается по возрастающей вибрации и по напряженному треску счетчика гейгера в вашем каэрус за дверью в конце коридора бушует белая пелена и к пыльным стеклам то и дело прибивает пожелтевшие листки поднятые ураганным ветром внезапно со стороны уборная раздается странный дребезжащий звук он постепенно нарастает и в какой-то момент взрывается оглушительным звоном бьющегося фаянса и шипением клещущей воды над кабинками туалетов почти одновременно салютуют фонтаны нечистот а затем слышится нестроенный победный клич дверь сортира распахивается открытая могучим ударом ноги и из туалета выходят несколько хлыщей с хлыщами у нас отношения наверно тоже такие какие-то средние давайте затаиться выберем вы прячетесь в развалинах риск некоторое время хлыщи громко крича бегают по разрушенному понятно бегает бегает и убежали идем дальше зависимости от отношений фракции получается либо они нам помогают мы к уговарю и не нам помогают либо они нам не помогают либо вообще атакует окно вот переход спуска на посадочную площадку на близится господа он очень-очень близко этот финал нормальная посадочная площадка здесь мы куда идем где-то твихарь а вот нет сюда не сюда до сюда мы сама осторожность осторожность а ну что ж поздравляю вас господа мы подошли к финалу ходим наверное сюда да потрескивание каэрус внезапно прорывается сквозь завывание вихря волны фиолетового свечения пульсирующие в воздухе в этом месте ведут себя как-то странно они ребят и гаснут словно вскипая у невидимой границы вы задираете голову вихрь лениво крутится прямо над вами но дорогу к нему преграждает неизвестная аномалия почти незаметная но вероятно очень опасно просканируем зеленые лучи пробегают по поверхности аномалии очерчивая ее шарообразную форму на экране сканера появляется информация аномалия мясорубка аномалии неизвестная распространенность и класс опасность 10 предположительный функционал активный элемент охранной системы источник звуковой звуковых либо не инфракрасный детектор инфракрасный обогреватель закидываем болт вы бросаете болт в аномалию он несколько раз подскакивает в воздухе точно на невидимом батуте а затем сплющивается будто бы попав под многотонный пресс и разрывается пополам весь аномалия не прекратилось в существовании на время хотя бы да ну рассмотрим получше вы обходите аномалию по кругу она похожа на пузырь неправильной формы представляющий собой плотную прозрачную будто бы клубящуюся пустоту аномалия накрывает площадь около 30 квадратных метров и под ее воздействие попадает большая часть посадочной капсулы это проблема особенно если учесть что именно на капсуле вы собирались добраться до вихря как бы выбора нет осторожно делаем шаг в сторону на маленький йока хватает вас за одежду своей маленькой но неожиданно цепкой и тяжелой рукой я всецело поддерживаю ваше решение поставить эксперимент над собой но с учетом множества факторов в данный момент это иррационально вы вдруг замечаете что аномалия точно тянется к вам словно почувствовав ваше присутствие и это видите не только вы роба девочка наклоняет голову и сканирует аномальную зону ее глаза светятся голубым сенпай это мясорубка очень редкая и опасная аномалия исследователи полагают что она разумно появляясь возле тех мест куда иным способом не попасть она собирает человеческие жертвы и что тут получается нам нужно жертвовать союзниками интересно давайте зажмуримся и войдем аномалию вы решительно входите в напряженно вибрирующий пузырь и успеваете почувствовать как пространство вокруг наполняется оглушающей тишиной у вас закладывает уши боковым зрением вы замечаете стремительно приближающуюся тень йока бросается к вам сервоприводы рободевочки явно работают на предельной нагрузке вы еще никогда не видели чтобы она настолько быстро бегала оказавшись рядом она хватает вас за воротник и выдергивает из аномалии от нее отчетливо пахнет горелым пластиком вы в порядке сенпай нужно провести диагностику аномалия окружающая посадочную площадку начинает меняться ее края вибрируют все заметнее хаотичнее точно охваченные прозрачным пламенем мгновение и она исчезает с тихим дорога свободна ну вот никем не пришлось жертвовать дорога свободна брит на его ответ на ваш взгляд рыба девочка наклоняет голову и жмурится ваша потеря была бы невосполнима для человечества сенпай аналитический модуль оценил ее как выше критической так что я приняла меры амбал угрюма смотрит на вас а затем в ярости бьет по земле огромным кулаком я все еще зол на твою выходку круто что не слышишь и все такое но у тебя вроде как важная миссия ну да важно отряхнуться подойти к транспортной капсуле удачи не облажайся пол голоса напутствует кран но они с нами не пойдут вы еще раз оглядываетесь на руины посадочной площадки фиолетовое свечение будто замерло в воздухе где-то в вышине над вашей головой как гигантские струны гудят тросы транспортной капсулы вихрь уже близко остается лишь сделать последний шаг делаем последний шаг а вот еще выше капсулу теперь залазим вечном итоге все будет хорошо известный сотрудник и опять и белок и вот мы здесь заходим наверно вихрь как обычно ослабевшие сжавшийся медленно крутится среди густого тумана ядро эмуляторы вещающие через вихревые маяки сдерживает его но он по-прежнему очень опасен вы на мгновение касаетесь его пальцами и тут же поток информации захлестывает вас оглушив на несколько мгновений прислушившись вы улавливаете хорошо знакомый звук отпечатавшийся в памяти негромкие ритмичные удары похожие на пульсирующий стук сердца вы уже слышали их во время контакта с вихрем в эмуляторе но теперь они гораздо слабее и тише так этим ударом поверхность вихря начинает медленно и словно нехотя разворачиваться ваш разум открывается навстречу белой пустоте вы словно повисаете в пространстве и что-то живое внутри вихря невидимое но ощутимое замирает напротив вас ожидая ваших распоряжений ой но тут у нас очень много вариантов отключить вихря полностью прекратив его действие запустить программу очистки купола трансмиттер фаланги прислушаться к земель кису кинуть вихрь специальное устройство которое будет перекачивать данные на сервера фланги то точно нет навредить фаланги настроив их устройств так чтобы она передавала данные не только на их сервера но типа для всех наверно прислушаться к йохану рейснеру превратить вихрь в туннель ведущий к выходу из купола и снять поле смерти прислушаться к оливии рейснера и превратить в игры в созидательную силу управляющую погодой и решающую проблему исходе под куполом бета-шлем прислушаться к накамури передать ей контроль над вихрем настроив бета-шлем соответствующим образом навредить накамури неправильно настроив бета-шлем прислушаться к кодри ослабить вихрь и но позволить ему накрыть большую часть купола расширить еще до прислушаться к руссо зонировать вихрь разбить его на образцы безопасно для исследователей аджектор использовать аджектор храма полностью переселить свое переселить свое сознание в вихрь чего себе это такая концовка притом а если мы аджектор не отдали так как мы аджектор не отдали цей церкви вот такая концовка есть наполнить отрубленную голову виктории силой вихря как бы отдать под управление хлыщей можно сказать вихрь я наверно прожму тогда аджектор использовать аджектор храма полностью переселить свое сознание в вихрь то есть но это такая получается очень это необычно оригинальная концовка потому что другие варианты тут либо прислушаться к мнению разных фракции и вообще полностью очистить купол отключить викторе но этот вариант это больше нравится вы извлекаете из своего рюкзака кустарно сделанный шлем для извлечения сознания водрузив его на голову вы щелкаете тумблером на виске и заходите в вихрь это своеобразная вера концовка мы получаем по сути бессмертие или что раз мы вселяемся в вихрь а вихрь никуда не денется более почти нет она гаснет почти сразу после того как сгорают все нервные окончания вслед за этим вы слепнете но глаза вам уже не нужны вокруг вас сияет свет и мощный поток восходящего воздуха возносит вас над бесконечной белизной ну и что дальше еще один этап в истории человечества подошел к концу вихрь пробужденный вами на раскопках у объекта си 12 нэшвилл так и остался до конца непознанным и необъяснимым как впрочем и создавшие его цивилизация про отцов разумеется вихрь не был ни злом ни добром вероятно он оказался лишь инструментом до которого человечество попросту не доросло быть может он был интерфейсом связи пытавшимся объединить разума всех людей под куполом или охранной системой предостерегавший нас от прикосновения к чему-то неизведанному и опасному или созидательной силой преобразующий мир и пробуждающий сверхъестественные силы у некоторых представителей человечества бесспорно одно вихрь сотворивший ваш невероятный разум проиграл своему же созданию оказавшись в ваших руках он дал вам возможность полностью изменить судьбу мира такой шанс выпадает немногим и разумеется вы им воспользовались и сделали выбор с помощью созданного церковью и джектора вы переселили свое сознание вихрь и вознеслись над миром безучастно наблюдая за разворачивающимися в нем событиями вместе с утратой человеческого тела ушли эмоции все прежние цели стали ничтожной пылью понизив уровень излучения вы нависли над миром безмолвно наблюдая за тем как жизнь шла своим чередом сейчас наверное будет какая-то информация по поводу различных фракций я не буду загружаться и играть другие концовки думаю если кто будет проходить будет интересно самим смотреть ту или иную концовку поэтому мы сделали свой выбор хотя вы участвовали в делах нового комитета ваши действия не оказали особого влияния на судьбу организации в чем-то ее положение ухудшилось чем-то улучшилось но в целом осталось прежним что интересно получается тут наверное зависит от нашей репутации то есть меру на пикнике у нас репутация за счет того что мы людей отправлялись пустыне на пикник максимальной и в итоге наверно пикник будет больше всего развития получит всеми странными фракциями у нас такая репутация туда-сюда этому ним и мы наверное никакого влияния не нанесем сейчас посмотрим беттани мортенсен победившая на выборах мэра в пригороде решила в точности следовать своей программе она сумела привлечь в поселение торговцев со всего купола и убедила администрацию нового комитета присвоить пригороду статус особо экономической зоны уже хоть что-то как-то повлияли через пару недель после выборов курт шпенглер чья репутация оказалась разрушена был снят с должности шерифа может курт и был плох но человек пришедший после него оказался еще хуже через несколько лет уровень преступности в пригороде вырос настолько что новый комитет ввел войска самостоятельной истории поселения была поставлена . теперь она не более чем предаток города даже интересно да получается а как бы курт шпенглер но как мне казалось не очень подходит нам и на статус мэра города да а вот оказывается что вот так вот это происходит ну хорошо что касается жизни на станции магеллан то она особо не изменилась кармайн хайт состоялись выборы по результатам которых рейснеры остались у власти ваша помощь поселению была довольно эффективной и сообщество извлекло из нее важный урок согласие между его членами стало основным приоритетом внутренней политики и в конечном итоге привело к формированию местного парламента тоже непонятно да то есть карман хайтс мы выполняли задание только те которые необходимы были по основам сюжету другие задания там не нашел конечно не были пропустил всякое бывает но примеру магеллан да магеллане мы тоже выполняли задание поэтому довольно много времени провели и по идее как ты должны были повлиять не знаю на магеллан но мы никак не повлияли на магеллан а вот на карман хайтс повлияли тоже немного ситуации это непонятно тлеющий затяжной конфликт отравлявший брак йохана и оливии постепенно сошел на нет помудревшие супруги сумели построить гармонично развитое поселение с мощным научным потенциалом и производительным сельским хозяйством со временем у карман хайтс появилась маленькая и технологичная армия защищавшие республику от посягательств извне получается значит еще что карман хайца в общем в шоколаде до пригород считая слился потом магеллан и измече не изменилось я посмотрим дальше что там про пикник скажут зиме кис потерпевший поражение на выборах карман хайтс не стал сидеть сложа руки и раним направил всю свою энергию на преобразование фаланги пытаясь превратить ее из частной наемной армии в нечто больше можно сказать что он не преуспел в этом переданная вами поддельная база данных не позволила зиме кису переманить из нового комитета ключевых сотрудников необходимых для развития собственных научных проектов фаланга так и осталось сообществом наемников из этой ситуации только не нравится что новый комитет укрепил власть за счет пригорода а вроде все нормально созданная и иронимом карликовое государство медленно угасала и полностью обезлюдила через пару десятков лет сам зиме кис скончался в 1999 году после долгой продолжительной болезни успев собственными глазами увидеть взлет и падение фаланги но все-таки фаланга развалилась ваш скрытый и явный саботаж деятельности храма сильно пошатнул его позиции многие прихожане чья вера была недостаточно крепка покинули его организация популярность которой держалась на регулярных пожертвованиях и харизме лидеров медленно угасала в течение нескольких лет пока наконец не прекратила свое существование в 1989 году что касается нейтральной зоны пикник то она медленно умирала много лет оказанные вами помощи было недостаточно чтобы обеспечить ее автономию вот а больше всего репутация у нас было а с пикником этом ну все задания выполнил со всеми общался там все сделал а почему она написано что недостаточно вот неясно неясно вопрос все больше и больше игра вызывает мне вопросов забрав голову виктории вы не выполнили своего обещания когда хлыщи осознали что вы обманули их они были в ярости армия ведомая гневом и скорбью долго бродила по пустыне разрывая в клочья случайных путников а что они хотели мы всю власть отдали хлыщам ну это смешно жизнь банды закончилась почти через 30 лет в крепости фаланги когда последние выжившие хлыщи схлестнулись постаревшими фалангистами бой был отчаянным и живым из него не вышел никто но мелкая возня выживших под куполом больше ничего для вас не значило ваш разум стремился за его пределы утекал из купола как дым возносясь еще выше в остывшую атмосферу планеты наполненную облаками пепла сквозь которые вы видели опустевшую землю вы искали выживших но поиски были напрасны земля все еще была наполнена жизнью квадриллионами живых существ но ни одной из них не обладала людским разумом способным поведать историю массовой гибели купол из которого человечество пыталась вырваться оказался не тюрьмой он был ковчегом сохранившим людей от окончательного вымирания ничего себе получается стана цивилизация погибла это поворот мир лежал в руинах и теперь его будущее хрупкое и неясное зависело от последних выживших в большей степени чем предполагал каждый из них ну вот и все господа получить достижение еще напоследок у нас победители игра пройдена за насколько максимально не максимально но но пройдено по ощущениям приятно то что прошел игру куда завершенность появилась завершенность но прямо чтобы я впечатлился они неплохая игра наверное все что могу сказать тоже хорошо спасибо всем кто смотрел всем пока всем до новых встреч а Субтитры подогнал «Симон»